всем огромный привет мои дорогие я рада что вы заглянули на мой канал сегодня у нас с вами будет небольшая закупка и я купила йогурты красная цена земляникой цена одного йогурта получилось 46 рублей далее я купила кефир кефир в основном я беру на оладьи я делаю из него оладьи получаются они всегда очень пышные очень вкусные далее я купил лимонную кислоту историю в какой-то новой упаковке в этот раз она была история стоит 43 рубля до этого я брала другую лимонную кислоту магнитовскую но она не так как хотелось бы очищает чайник лимонную кислоту и беру в основном для того чтобы чистить чайник далее я взяла казинаки бакурчарские цена за упаковку 99 рублей с копейками грубо 100 рублей получается эти казинаки они очень вкусные они и не твердые и не слишком мягкие что-то среднее но они очень вкусные далее мы взяли пижаму пижаму взяли 120 на росту 28 это я взяла младшей дочке там идет футболка и идут вот такие вот лосины со звездочками цена на нее была по скидке стоила она 146 рублей далее взяли два десятка яиц яйца у нас получились по 58 рублей за один десяток молоком у нас получилось 56 рублей за один пакет и вот такая небольшая закупочка у меня получилось общая сумма закупки у меня получилось 809 рублей эту закупку это вообще закупка она небольшая я делаю ее в субботу как раз выходные когда детки мои были дома далее я решила сделать салат так как на дворе весна хочется и витаминов хочется и зелени поэтому у меня с прошлого раза оставалось полторы помидорки 3 огурчика зелень лук и я решила быстренько все это нарезать и сделать небольшой салатик для детей помидоры как обычно нарезаю кубиками огурчики и лук я тоже нарежу кубиками принципе его можно нарезать так как вам нравится все равно в любом случае этот салат получится очень вкусным свой салат я буду заправлять подсолнечным маслом но в принципе его если вам нравится вы можете его заправить и оливковым маслом и любым другим сделать так как вам нравится это как раз тот салат который невозможно испортить который очень быстро готовится далее я буду переходить к выпечки так как я уже повторюсь была суббота и детки мои были дома для них в субботу я стараюсь печь что-нибудь вкусненькое поэтому в этот раз я буду печь и для них улитки они как раз из разряда такой выпечки когда гости на пороге надо быстренько что-нибудь приготовить вкусное поэтому выходной наш выходной мой выбор полна эти улитки кто-то называет их мини-пиццы но мне не напоминают улитки потому что тесто скаты как бы сворачивается в рулет и потом этот рулет нарезается сейчас я подготовлю начинку для своих улиток начинка в принципе для них может быть абсолютно абсолютно любая в моем случае я взяла куриную ветчину и и нарежу кубиками далее я буду натирать сыр на мелкой терке примерно количество ветчины где-то я взяла 200 грамм и взяла 150 грамм сыра сыр я натираю на мелкой терке так мне кажется получается намного вкуснее далее я буду раскатывать тесто тесто у меня слоеное дрожжевое я всегда беру дрожжевое тесто потому что мне кажется она выпечки намного лучше себя ведет ну а тем временем моя начинка уже практически готова сейчас я дотру сыр выложу все на одну большую тарелку так как при выпечке мне будет намного удобнее распределять начинку и как бы и перемешивать между собой тесто у меня покупное я беру в основном одну и ту же марку потому что я очень много лет как бы экспериментировал брала разные марки теста и в итоге я остановилась на той марке теста которую беру сейчас она более как бы хорошо по сравнению с другими производителями ведет себя выпечки и выпечка получается и всегда вкусная и пышная далее я начинаю раскатывать тесто тесто буду раскатывать в большой пласт круг стараюсь чтобы полностью со всех сторон она равномерно раскаталась и при этом не стоит забывать припылять поверхность мукой так как в противном случае наше тесто просто прилипнет к столу и все полностью испортится поэтому как бы муки не жалеем припыляем поверхность и все вот так вот равномерно и красиво раскатываем далее вот этот круг я буду смазывать майонезом распределяю майонез и начинаю полностью смазывать наш круг далее поток после того как я смажу тесто майонезом я буду выкладывать свою ветчину и сыр сверху посыпать сыром это будет моя начинка но для данной улитки начинку можно брать абсолютно любую любую какую вы хотите можно и курицу брать и вареную и копченую и сыр тоже также любую начинку мне кажется вот эти вот улитки вот эти мини пицца они будут вкусными всегда в любом случае и с любой начинкой поэтому пробуйте экспериментируйте делайте далее я распределила свою начинку и сворачиваю в рулет и защипываю края далее наш рулет я буду разрезать на 13-15 частей и выкладывать на противень противень я предварительно застелила пергаментной бумагой немножечко их как бы формируем в приплюснутом таком виде сильно только не надо прижимать и начинаем выкладывать стараемся выкладывать так чтобы между нашими улитками было расстояние так как когда они будут выпекаться они еще немножечко разойдутся и чтобы они как бы не слиплись и все в одну большую улитку поэтому надо стараться чтобы между ними было расстояние вот такие вот улитки у меня получились их не надо как бы сильно приминать пусть будут будут такими и далее мы будем ставить их в духовку духовку я оставлю на сто семьдесят пять сто восемьдесят градусов и выпекать мы с вами будем их где-то 35-40 минут но это все зависит от духовки вы за ними наблюдайте и как только они начнут подниматься подрумяниваться в духовке и по прошествию времени их можно будет уже доставать и они будут готовы вот такие вот красивые очень очень вкусные улитки у меня получились попробуйте приготовить их и вы я думаю у вас все обязательно получится ну а я на этом с вами прощаюсь до новых встреч новых видео всем пока